Вопрос номер четыре. Как звали коня Александра Македонского? Это на Александра Невского коня? Там змей наполз, выполз и скусил? Или это про него? Ну крестил Русь, ну крестил Русь. Ну кто крестил Русь-то? Давай без подсказок-то. Нельзя подсказать? Пока нет. Ну кто крестил Русь-то? Подожди. Владлен Степанович Нянянский. Евгений Ширеепродуксион представляет. Привет. Давай сразу же вон туда. Думаешь? Да-да-да, конечно. Это очень высокий человек. Здесь воняет, вообще очень классно. Наконец-то получится офигенный видос. Ты высокий человек. А смотри Евгений Ширееп. Е-ё-я-ю. Я снимаю. Решил, как говорится, сходить пописать во дворе. В Петербургском, как без этого. И тут, из машины, мне говорят здорово. А я говорю здорово. Он нормально делает, вот такие вот дела, вот нормальные дела. Меня зовут Игорь. Саша. Это ваша жена, Игорек? Будущая. Будущая жена. Посмотри, мы хоть вылезаем. Это он большой, я маленький. Вот туда смотри, в камеру, в камеру. А, ты тоже хочешь что-то? Говорите, говорите осторожно и аккуратнее. Хрен его знает. Ну, кто это видео будет смотреть, понимаешь, какие-нибудь органы? Органы, понимаете. Скажут, вы что, хренели? А такое нельзя говорить. А мы такие, а мы не знали. Они говорят, так вот, нужно читать законы. Не будешь ничего говорить, понимаешь? Ой, нет, точно не буду. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Евгений. Рядом со мной стоит Александр. Это передача. Простые вопросы людям, которые задаются. Простые вопросы задаются. И ответы потом получаются. Простые ответы получаются. У нас есть этот самый спонсор Евгений Ширье Продуксион. Этот спонсор есть в описании. И все подарки, все призы спасибо спонсору Евгений Ширье Продуксион. Что за Продуксион? Вся эта хрень есть в описании. Сайт. Первый вопрос. Какой русской князи носил прозвище Красно Солнышко? Я просто хорват. Я хорват и поэтому иногда с ударениями борода. Князь Красно Солнышко. Ну у тебя был вопрос. Ну был вопрос. Ну что, думаешь, эти вопросы... Сейчас знаешь, что я придумал за тему? Я смотрю слабое звено. Оттуда эти вопросы перемудёхиваю. И все. Полчасика видосик посмотрел. Вопросом начирикал. Все. Вот тебе Красно Солнышко. На какие же цыпочки мне нужно встать, чтобы мы с тобой стояли. Ушеванищик, конечно, знатно. Что они кидают в эти помойки? Так. Ну Красно Солнышко. 900 там какой-то последние года. Наши эры. Ярослав. Премудрые. Вот Ярослав, кажется, это дети Ярослава и были вот эти щенки. Один из щенок, он остался вот этим солнышком красным. Не-не-не. Ты же стоишь ровно. Да. Или ты постоянно маячишь туда-сюда. Нет. Максим, нам не хватало тебя. Смотри, как мы в кадре. Сюда. Я же тебе говорю, сюда. Ну не помню. Ну крестил Русь. Ну крестил Русь. Ну кто крестил Русь-то? Давай без подсказок-то. Нельзя подсказать. Пока нет. Ну кто крестил Русь-то? Подожди. Владлен Степанович. Владимир. Владимир. Все. Второй вопрос. На территории какой страны? Сколько тебе годик? 39. Раз тебе 39, тебе достается самый сложный вопрос, который когда-либо был на этой дебильной передаче. На территории какой страны проходит Уэльский канал? Уэльский канал. Уэльский канал. Шотландия? Вьетнам. Вьетнам? Вьетнам. 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 А что ты смеешься-то? Будто ты знаешь правильный ответ. Ха. А ты знаешь? Подожди. Уэльс. Британия. Шотландия. У меня уже икры болят стоять на цыпочках. А кстати я рассказывал о том, что у нас есть этот спонсор. Евгений Ширет? Да, передвиг съем. Рассказывал. Призы-то будут от него. Но если будешь погано отвечать, поганые будут призы. Погано, значит подсказки будут. Пирамиды! Вьетнам. Египет. Египет. Это правильный ответ. Аплодисменты. Что ты вылупил, Зенки? Это Египет. Рубрика «Вещь хулипала». Кто это? Щас. Щас скажу. Я знаю. Шляпу видишь? Ну кто на шляпу носил? Да при чем? Шарляш. Да не, не, не. Он, короче, делал вот так вот. А, не видно будет, как я хотел показать. Тебе я просто так не покажу. Надо же чтобы зрители это уже видели. Кто показывает это вот? Рева. Ну вот шляпа огромная. Он давит виноград. Давит виноград. Итальянец. Итало-американец-испанец. Он француз. Вот смотрели фильм. Было бы круто, если бы это видео могло передавать запах, который здесь есть. Было бы очень круто. Потому что такие вроде симпатичные помойки, но так от них воняет. Ей-богу. Я худею. Блин, стоишь из головы вылез. Катрин? Не, не. Не Катрин Данев? Не, не, не. А я сам забыл как фамилия. Подожди, сейчас вспомню. Ад... Челентано. Еще? Да. Вдоль какого континента тянется большой барьерный риф? Блин. Для глупцов я могу сказать барьерный. Именно... Барьерный. Ну, правильно говорить? Барьерный. Ну, вы-то думаете, что барьерный. А я-то знаю как правильно, что это барьерный риф. Именно континент, да? Не, я не знаю. Сейчас... Давай подсказывай. Мой оператор Максим это гуглит, чтобы потом губами это... тебе подсказывать. А я ему говорю, не надо подсказывать. Зачем ты мне портишь программу? Я здесь для того, чтобы подсказывать. Не, давай подсказывай. Я тебя умоляю. Вот ты маячишь, маячишь. Из-за этого ты будешь смещаться и тебя будет не видно. Пауки, гиганты, убийцы. Не надо подсказывать. Максим, что за херня? Показывайте кенгуру. Барьерный риф. Я ему уже и про пауков этих убить сказал. Про эту кенгуру уже ему сказал. А он сегодня хочет это самое говорить ответственно. Австралия? Австралия. А, все, да. Пятый вопрос. И если ты отвечаешь правильно, ты будешь нашим грандиозным победителем. В этой самой... Лучшей локации. В самой лучшей локации. Как зовут младшую дочь Ростовых? В романе «Война и мир». Ростовых, бру... Ладно, Ростовых. Ладно, Ростовых. Ростовых. Это был прикол, это был пранк. Наташа? Наташа. Наташа? Наташа Ростова. Я только рад. Наташ. Аплодисменты. Победа. Аплодисменты. Это ты прям взял этот кардшеринг по часовой, чтобы было, да? Да. Так выгоднее? Да. Это тебе подарок. Спасибо. Скромный подарок от нашего... Ну и... А ты будешь участвовать в этой передаче? Отлично. Я не хочу никого обижать, но те, кто пишет комментарии помимо хороших, а есть люди, которые пишут хорошие комментарии, но если вы пишете нехорошие комментарии, то вы психи. А не фулиганы. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут... Евгений Ширяев. И эта телепередача называется... Там простым прохожим вопросы задаем. Вопросы прохожим простые. И прохожие простые, и вопросы простые. Ух, это было начало этого видео. Мощно. Мощно. Я уже дрогнула. Как зовут? Анастасия. Что-нибудь знаешь про спонсора передачи? Нет. Я про передачи-то ничего не знаю. Угу. Это передача, где есть спонсор, а спонсор это Евгений Шрияпродуксьон. Он есть в описании. И все подарки, все эти дорогущие призы, все это от спонсора. Какой родной язык наибольшего числа землян? Английский. Нет. Нет, нет, нет. Подождите. Если китайцев много... Китайцы? Китайцы? Я не шучу. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Нет. Иди сюда. Зачем ты подсказываешь? Я не смотрела сюда. Да. Она не будет такой интересной, если ты подсказываешь. Не, не, нормально, китайский язык. Да, китайский язык. Я сама догадалась. Алё. Алё. Слушай, я еще снимаю. Я на Достоевске. Ну, я так долго снимаю, потому что у меня очень много контента, который я хочу снять за один день. И вот сейчас я вас снимаю в данную секунду. Стою с людьми. Алё. Давай, я перезвоню, как всё у меня закончится. Просто вот мы снимаем сегодня весь день, а он подсказывает всем. Вот этими губищами шлёпает своим. Я не знаю, что у него. Второй вопрос. Тебя не слышно? Тебя не слышно? У тебя нет микрофона. Как называется совокупность неравностей земной поверхности? Раз. 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 Раз-два. Микрофоны всё. Ландшафт? Работают ещё? Нет. Неправильно. Ты знаешь, это слово, оно заканчивается на букву фасоль, фарма, фашисты, фуфло, галима, левее, левее. Ну, ф последнее. Я говорила ландшафт, это было не то. Хоризонт не то. Первая буква, первая буква Р. Первая буква Р. Это Регина. Нетки. Рельеф? Рельеф. Рубрика Хлебала, покажи чужой, чужой хлебала. Что это за человек? Машков. Да, всё верно. Просто без каких-либо комментариев. Вопрос номер четыре. Как звали коня Александра Македонского? Это на Александра Невского коня, там, змей наполз, выполз и скусил или это про него? Сейчас. На Игорька это было дело. Игорьок, точно. А Александра Македонского, ну, троюродный брат Александра Невского, конечно же, был там по линии бабки материнского капитала. Мне нужно подразки. А так-то конь-то был? Был-то конь. А опять ты вот как-то смещаешься. Я пока уже не болею никакими этими вирусами, коронами, уже третий день. Поэтому можно так поближе стоять. И там на фал заканчивается, на б начинается. Я больше не знаю, как можно подсказать. Если бубенчики бы были, то потом это было бы фольермо. А если бубенчиков бы не было, то там до... Какой-нибудь... С этого, с чего. Бонисфал, бонисфал. Да, буцифал. Буцифал. Это был пятый вопрос. Пятый вопрос полегче? Да. Или посложнее? Полегче. Какой персонаж в сказке «Волшебник изумрудного города» хотел получить сердце? Железный человек. Страшил. Роберт Дауни, младший. А, ну да. Он. Или тот, который его кореш шернокожий. Нет, это который его дед, прадед. Дед Роберта Дауни? Да. Железный человек. Кто не Старка? Да. Они еще тусовались там. Они тусовались. Была псина, была девчонка Нелли Фортада, которая приехала на доме. И как ее звали? Я не помню, как ее звали. Мне тоже. Но чувак был железный, но он не был человеком вообще никак. Стоп. А, дровосек. Железный дровосек. Аплодисменты. Порщаны, который, ну этот, человек с сеной. Обалдеть. У меня закончились дорогущие подарки, да, отвечала паршиво, конечно. В семье не без уродов. Ну, два чупа-чупса. Два на покойничка, да? А я тебе давал же один? Да, у меня тебя. А, уже три. Все айфоны раздал сегодня. Не обессусь, конечно. Я думаю, на сегодня я больше не буду снимать. Хватит, хватит. Уже время столько, уже стемнеет скоро. Вы сейчас куда-то поедете? Куда поедете? На... куда мы поедем? На Литейный. На Литейный. Ну, слава богу. Слава богу. Не-не-не, мы пешочком как-нибудь доберемся. Спасибо. Да, спасибо. Обнимашки. Обнимашки. Обнимашки не будем, Санек, ну что? А, ну давай. Что нет, давай. Ну давай, забубениваемся сейчас. Да. Итак, дорогие телерадиослушатели, наша передача заканчивается. Если вы хотите, чтобы я провел у вас свадьбу, а я могу это сделать с превеликим удовольствием, вы можете узнать цены, которые будут в описании с сайта Евгений Ширяе Продуксион. Если вы на этом канале, вы на этом канале. Если вы не на этом канале, то в описании будет другой канал и ссылка на то видео, где будет, господи, продолжение. Целый день просто я говорю сегодня одно и то же. Комментарии пишите, всякие лайки ставьте там, подписывайтесь. Какой болтун все-таки. Фух, все. О, сестрица. Субтитры подогнал «Симон»